Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. На данный момент ситуация такая, мы общаемся по смс-музинам, в большей степени моя инициатива, звонков нет. Я стал спокойнее, нет реакции, негативного характера. Разбираюсь в себе и занимаюсь с собой детьми и работой. Вот что я заметил, муж хоть и пишет, что постепенно должно быть все, ночевать с нами так же не хочет. На это ответила, ну ладно, на что он удивился, что стало замечать в себе, что его поведение, холод и гнор стали меня не задевать. А наоборот, я тоже могу не общаться, но общаюсь с ним в нежной форме. Я тоже могу сказать, что люблю его, точно могу сказать, что люблю его. Но если я готова идти навстречу, признавая ошибки, работа над ними, над собой, то мой муж нет. Наоборот, винить меня, ему плохо сейчас, плохо и всегда плохо. Чувствую, что такое поведение моего мужа доведет меня до состояния безразличия к нему. Я девочка красивая, умная. Да, мудрость приходит годами, но страдать я не хочу. Как вести себя с мужем, порой не понимаю. Думаю, возможно, я ему не нужна вовсе, а он, как всегда, боится взять ответственность и признаваться. Поскольку я помню, автор вопроса позиционировал себя как Ольга, поэтому я буду обращаться к некой такой условной Ольге, вот, чтобы мне говорить о наниме. Вот, и первое, что мне, наверное, хочется сказать, это то, что, Ольга, у вас нет вопросов, то есть вы спросите, чего хотели. Вот, а что вас, что вас интересует-то, или вы хотите, ну, как это сказать, или вы хотите, чтобы мы постарались рассказать, какой у вас вопрос, вот. Я думаю, что если ваш вопрос заключается в том, как вести себя с мужем, то я думаю, что вот как хочется вам себя вести, как вы чувствуете, что вот сейчас вот такова ваша природа в момент, когда вы с ним общаетесь. Так вот, и нужно, на мой взгляд, себя с ним и вести. Вряд ли вы сможете как-то по-другому это делать. В противном случае будет чувствоваться неестественность, да, а в противном случае будет ощущаться, что вы как-то себя, ну, передавливаете. Ух ты, вряд ли ваш муж сможет, да, сможет оценить подобное поведение, вот, и вряд ли это поведение вас сблизит, вот. Дальше, значит, вы пишите о том, что работаете над собой, как? Ну, то есть, вот, буквально, как вы над собой работаете, что вы делаете. Потому что, ну, может быть, вы что-то неверное делаете. Дело в том, что сама помощь, это не лучшее, что вы можете себе дать, вот, по той простой причине, что у неё есть некоторые ограничения. Дальше, значит, вы пишите о том, что стали, значит, реагировать, ну, более, я так полагаю, свободно. На то, что делает ваш муж, да, просто вы пишите о том, что, ну, что вас, вот, его поведение не задевает больше. Я думаю, что это действительно история про безразличие, ну, то есть, история про то, что... Вам все равно, вот, становится, что вы как-то вот, как-то вот, ну, разочаровываетесь в человеке. Вот, вот, и, в общем-то, абсолютно нормально, на мой взгляд, что это происходит. То есть, абсолютно, на мой взгляд, адекватно, что это случилось, абсолютно, на мой взгляд, адекватно, что... Я думаю, что это с вами произошло, я бы даже сказал, что я рад, что с вами это произошло, но... Есть, конечно, тут другой такой важный момент, вот, который... заключается в том, что не является ли... То, что вы описываете, да, вот, не является ли это... Ну, механизмом... Ну, механизма вообще-то. Вот. Там, ну что... Очень... Ну, очень может быть. Спой Таким образом Просовы Образовыщает Я, конечно Не знаю Понятное дело Как обстоят дела Может быть Чего-то не знаю Вот Но на мой взгляд Довольно 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 высокая вероятность Того, что это механизм защиты Вот Конечно Я понимаю, что Вы со мной, может быть, не согласитесь Вот И Будете правы, но Тем не менее То есть Очень важно На мой взгляд Здесь Эмм Подумать Как Произошло Что вам стало все равно То есть Что вы сделали Ну Что вы сами сделали Эмм Для того, чтобы вам было все равно Вот Потому что Я не думаю, что это вот Эмм Какая-то история Такая вот Знаете Случайная история Случайная история Я не думаю, что это случайная история Я думаю, что У этого есть Эмм Ну Ну Так скажем Эмм Своя, собственно Подоплёка 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 Да, и Эмм У истории Своя история Вот так вот я бы сказал В данном случае Эмм Дальше Значит Вы пишите, что Эмм Любите Любите Эмм Вы пишите, что любите своего мужа Вот Эм Я бы хотел, конечно Эмм Чтобы вы Постарались Определить Эмм 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 Как именно Как именно Как именно Как именно Эмм Вы его любите То есть Как проявляется Любовь Как проявляется Потому что Эм Постар Да А Вы пишите Что Что У вас есть чувство Что вы Над собой Ну Что вы Над собой Работать Готовы А А Он Нет То есть Тут как будто бы Вот Идёт Ну Что-то вроде Отрицания То есть Тут как будто бы Идёт Такая Ну Знаете Как Может быть Своего рода Ну Может быть Не агрессия Прямо Но Обиды Какая-то Как будто То есть Как будто бы Вот Есть ощущение Что Вы Обижаетесь На Своего Мужа Вот И Дело Дело в том Что Если Эпо Пак А Если у вас есть Обиды Вот А То Скорее всего Ну Ничего Хорошего Не Получится То есть Вы Здесь Во-первых Не говорите О Принятии Вот О Принятия Без Без Любви Невозможно То есть Вы Либо Вот Принимаете Человека Вот Таким Как он Есть Да Либо Нет То есть Вы Вы Не Должны Я Особо Хочу Подчеркнуть Что Вы Не Должны Его Принимать Вы Имеете Право Его Не Принимать Вот Но Если Вы Говорите О Том Что Любите Его Вот Если Вы Говорите О том Что Ну У Вас Есть Чувства Ну То Конечно Вот В Первую Очередь Это Про Принятие Вот Если Принятия Нет То Говорите О том Что Вы Любите Нельзя Дальше Вы Пишите Что Вот Есть Чувство Что Вы Работаете Над собой А Он Нет Ну Есть Такое У вас Ощущение И Это Замечание Очень Хорошее Потому Что Вы Чувствуете Навстречу Вам Не Идет А Вот То Как Будто Вы Чувствуете Что Ну Ваш Муж Работать Над собой Не Хочет И Здесь Вы Сталкиваетесь В первую очередь С чем Для Чего Работаете Над собой Вы Вот То есть Вы Работаете Над собой Для Для Того Допустим Чтобы Для Того Для Себя Ну Например Что Да Открыть Да Вот То есть Вы Работаете Над собой Для Для Того Чтобы Себе Разобраться Ну На самом Деле Например Или Вы Работаете Над собой Для Того Чтобы Там Грубо говоря Ну Доказать Что То Своему Мужу Например Вот То есть Это Очень Важные Детали Это Очень Важные Моменты И Соответственно Хотелось бы Чтобы Вы На это Обратили Своё Внимание Вот Вы Говорите Чувствующее Такое Поведение Моего Мыжа Доведет меня До Состояния Безразличия К нему Но Это Это Вить Означает Что Вы Понимаете Что Человек Вам не подходит Судя Судя Тому Что Я Вижу Это Означает То Что Судя Потому Что Вы Описываете Например Что Человек Он Разочаровывает Вас Вот И На мой взгляд Сталкиваться С Разочарованием Это Нормально Это Хорошо Все Т.е. необходимо С ним Обращаться Как Т.е. необходимо Вот Это Первое Второе это то, что из этого вытекает. То есть как бы, что вытекает из того, что муж может вызвать вас разочарованы. Вот. Понимаете, да? Такая вот история. Вот здесь. Дальше. Как вы здесь себя смутим? Я не понимаю, возможно, я ему не нужна, а он боится взять ответственность и признаться. Вот смотрите. Здесь. Здесь. Как будто бы вы надеетесь, что человек всё-таки возьмёт ответственность. Ответственность. То есть как будто бы вот вы отказываетесь, скажем так, принимать своего своего мужчину, да? Вот. Вы отказываетесь принимать его таким вот безответственным на данный момент, да, как бы? То есть, вот. То, какой сейчас он, вам не нравится. Вас не устраивает. И вы сомневаетесь в том, что вы нужны ему. То есть, понимаете, да, что вы здесь демонстрируете элемент зависимости эмоционально от него. И такое ощущение, что пытаетесь, в общем и целом, ну, выдать, выдать, подать ситуацию так, что вы уже освободились. Вот. Ввиду отсутствие вопросов и ввиду отсутствие запросов с вашей стороны, это, пожалуй, всё, что я могу вам сказать. То есть, здесь непонятно, развелись вы с мужем или нет. Да, если вы развелись, то это травма, с травмой нужно работать. Вот. Расстались вы с ним или нет? То есть, является ли для вас травмой то, что он не хочет ночевать по-прежнему, да? Вот. Или нет? Вы пишите, что он не хочет ночевать с нами. Здесь я вижу некое слияние вас с детьми. То есть, вы себя с детьми ассоциируете как единое целое. С этим тоже нужно поработать с личными границами. Мне почувствовалось, когда вы пишите, что общаетесь с ним нежно, мне почувствовалось в этом некая фальш. Вот. То есть, мне, ну, почувствовалось, знаете, как такое довольно формальное общение, то есть, внешнее, как бы, да, всё хорошо, нежное, всё, но вот фальш какая-то здесь мною ощутилось. Да, вот. Поэтому на эти моменты я бы тоже обратил бы внимание. И, в целом, то, какой ваш эмоциональный фон, да, то есть, какие у вас чувства сейчас по отношению к мужу, обижены ли вы на него или нет, или злитесь, или что-то ещё, то вот эти чувства нужно выразить, вербализовать, вот. Тогда вам станет более понятно, вот, что происходит. И сможете решить, что делать дальше. И, кстати, как себя вести, тоже сможете увидеть. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.